Сидит. Скажите, пожалуйста. И полностью шоколадный малыш, Джонсик, ему тоже 5 месяцев. И сразу же отвечаю на самый популярный вопрос. Не страшно ли брать подростков? Отвечаю, конечно, нет. Они уже прекрасно кушают, хорошо сформированы, их вид на характер. Постарше щеночков берут. Люди, у которых нет совершенно опыта никакого, дабы не навредить маленькому щенку, что-либо не пропустить, конечно же, всегда рекомендуем брать щенка постарше. И также, конечно же, если щеночка выбирают для разведения, для выставок, опять же, его брать лучше в возрасте постарше. Вот мы и подошли к следующему популярному вопросу. Кто подходит для выставки, разведения, для плем работы? Отвечаю. Девочка Ясенька, светленькая наша красотка, подойдет по размеру для разведения. Но для выставки, как шоу-звезда, она не подходит, темперамента ей не хватает. Она скромница, она очень ласковая, она от рук, от ног не отходит. Но для шоу таких малышей мы не предлагаем. Конечно, малышка может прийти на выставку, получить свои хорошие отметочки для разведения. И только на первые места рассчитывать ей не придется. Вот мы и пришли к следующему популярному вопросу. А кто же тогда подходит для шоу и для разведения? На примере следующей малышки Гретель, которая у нас в белых носочках, я расскажу. Собачка должна быть вот такого хорошего, стандартного размера. Это что касается девчоночек. И также должны быть идеальные зубы. У Гретель сейчас смена зубов. Все идет прекрасно. Но если вы хотите шоу-звезду, наверное, придется еще немножко подождать. Полный смены зубов, чтобы зубы сменились правильно. Остальное у малышки Гретель есть. Это хорошая анатомия, ровненькие ножки, хорошие углы задних конечностей. Это хвостик с серпиком, голова яблочко, корносенькая. Все прекрасно. Ух ты ж, вот это полет. Мы плавно подошли к джонсику. Малыш также подходит для разведения, для выставок. И то же самое, ждем смены зубов полной. Только тогда мы можем посмотреть и сказать, что да, малыш подходит для шоу и разведения. Пока на сегодняшний день он прекрасно подходит только для разведения. Вот мы и пришли к следующему вопросу. Даем ли мы гарантии на щенка, что он будет определенного веса, размера, что там с зубами будет все хорошо? Отвечаю, мы не боги. Гарантии мы на развитие щенка не даем. Нужно понимать, что щеночки собачки. Так же, как и мы, дети природы. Природа очень часто вносит свои коррективы. Не забываем, мы можем только что-либо предполагать. Развитие щеночка во многом зависит от условий кормления, содержания, воспитания. Последний ответ на сегодня на вопрос. Если щенок приобретен для души, обязаны ли вы посещать выставки? Отвечаю, нет. Вы владелец щеночка. Вы отвечаете за его жизнь, здоровье и принимаете решение, нужны ли вам выставки. Спасибо, что так долго слушали нас. Если у вас есть свои вопросы, пишите в комментариях. В следующих видео постараемся на них ответить. Надеюсь, видео было полезным.